Приветствую, друзья! Ну вот я встал такой, ну какой-то сегодня, ну такой, какой-то не такой, ну как-то вот, ну такой какой-то, легко раздражаюсь, там или что-то такое, там допустим задал вопрос, мне ответили, ну я как бы сразу понял и как бы продолжаю думать о своём, и в это время там мне продолжают, 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 и меня уже начинают раздражать, и я думаю, почему? Ну, а потом узнал, что сегодня давление упало на улице, и будет неделю так, и думаю, вот оно что, а потом ещё узнал, что 5 баллов геомагнитная ситуация, а вот оно что, и таким образом немножко успокоился, и как только я противопоставил неопределённости вот эту, которая меня накручивает, определённость, я стал спокойнее, и стал теперь искать тему, думаю, о чём мне надо думать, что надо вспомнить, и что мне надо делать, которое мне доставляет удовольствие. Конечно, мне удовольствие доставляет с вами поговорить, друзья, конечно, и хочу я поговорить о том, как меньше раздражаться, быстрее восстанавливать своё нормальное состояние, и вообще, хочу понять, как раздражать нам наши важные с вами встречи. Например, сейчас вот я бы очень хотел рассказать, как меньше раздражаться, и начать это с шутки. Я сейчас пошучу, у меня есть такая шутка, которую я в своё время придумал, когда мне задали вопрос, что такое нормальность и что такое ненормальность. Я сказал, что ненормальность начинается тогда, когда вы начинаете ругаться не только с близкими. Ну, подумайте, я специально сделал паузу, для того, чтобы вы подумали, да, действительно, вспомните эти ситуации, когда вы уже не выдерживаете, когда у вас уже такое дикое напряжение, что вы вымещаете свои негативные реакции уже не только на близких. А почему мы это делаем с близкими? Почему вот именно близкие, люди дорогие, родные, любимые, почему именно они в первый удар получают от нас? Ведь это несправедливо. А было бы справедливо, чтобы посторонние люди получали первый удар? Конечно, никто не должен получать от нас никаких ударов, потому что, например, в этот момент человек может тоже быть под влиянием напряжения, под влиянием погоды, вот этой неизвестности, которая валится на нас. А ты в этот момент ему со своими грузишь, короче говоря. Вот как не грузить, как не вызывать раздражение, как не раздражаться и не вызывать раздражение? Вот это может быть один из следующих вебинаров. А я почему думаю посоветоваться с вами, потому что очень важно мне еще один вебинар провести. Мне еще один вебинар надо провести обязательно с Романом Газенко. А мне еще один вебинар надо провести с Шейлой, с моей дочкой, с психологом. Потому что у нее есть очень важные для вас полезные рекомендации, советы. И вот я думаю, как это все расположить. Вот выбирайте, пожалуйста, как вам интереснее. Что в начале, что потом, что в конце. Это вебинары, в которых можно по Зуму входить, задавать вопросы, получать развернутые ответы. Почему это очень здорово? Потому что там в Зуме мы тренируемся все быть раскрепощеннее, свободнее, лучше формулировать вопросы, снимая на фоне этих встреч зажатости с помощью приемов ключа. Это уникальные встречи, потому что там как раз-таки самые зажатые люди могут научиться и выступать, и лучше формулировать вопросы. А вы знаете, чем точнее сформулируешь вопрос, тем больше получаешь в нем ответа. Потому что точно сформулированный вопрос – это уже почти ответ. Вот вы попробуйте любой вопрос, я вам даю просто совет сейчас очередной. Любой вопрос начинаете точнее, 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 точнее формулировать, и вы в этом процессе уже как бы и ответ находите. Да, потому что ответ лежит в самом вопросе. Как говорится, каков вопрос такой ответ? Да, действительно, это очень интересно. Итак, дорогие друзья, нормальность, я когда-то и срываюсь пока только на близких. А нам всем хочется как раз-таки, чтобы мы были по-человечески, чтобы мы любили друг друга и были здоровы. И поэтому вся наша школа «Человек будущего», «Homo futurus» настроена на это. И поэтому на этих вебинарах, а в промежутках между ними будут бесплатные ликбезы, все будут подключаться в зумах и давать свой опыт и свои советы. И таким образом происходит генерация человеческого общения с утверждением в каждом из нас человечности. Что именно этот тренд сегодня самый актуальный в наш мир неопределенности и расчеловечивания. А это взаимосвязанные вещи, это всегда так бывает во всех эпохах. В этом мире как раз-таки мы выстаиваем, выживаем, развиваемся, улучшаемся именно на основе высших общечеловеческих ценностей. Человечность – это ключ к решению всех проблем. Ну и в завершение я хочу сказать о том, что чем вы реагируете, когда вы встречаетесь с новым, или с какой-то неожиданностью, или с какими-то словами. Чем вы реагируете – эмоциями или логикой? Чем вы реагируете? Что у вас первично, лично у вас? Например, когда вы с чем-то сталкиваетесь, приятным или неприятным, или неизвестным, или известным, ну каким-то непонятным, например, неопределённым. Вот первое, что у вас, реакция какая? Ну, например, вам позвонили и сказали – бегите срочно, там пожар. Чем вы реагируете? Эмоцией или логикой? То есть интеллектом. Что у вас первичное, лично у вас? Я в одном из роликов рассказывал, что есть такой текст, где левый мизинец внизу или правый мизинец внизу, определение, что первично, независимо от того, левша вы или правша. Ну, послушайте, я потом ещё на эту тему скажу. Как именно нужно это использовать для того, чтобы выбирать себе собеседника, правильно настраиваться, на что он реагирует, подбирать правильные слова. Ну, короче, у нас ещё будет много интересного. А я вам хочу сегодня ещё раз показать свою картину. Видите, он там ревнивец там стоит, а тут юноша влюблённый стоит тоже, вот, с цветочками. Это девушка, которая как раз-таки в этих отношениях хочет разобраться, в личных отношениях. Ну, конечно, ей надо, в первую очередь, разобраться в личных отношениях с самой собой. Поэтому эти ликбезы бесплатные и эти вебинары у нас желательно, чтобы посмотрели молодые люди. Молодые люди, подростки, студенты, выпускники школ и вузов, спортсмены и люди от творчества, ну, от любых профессий. Да, вот, чтобы они поучаствовали с нами, потому что это для них будет очень полезно. Как быстро регулировать своё собственное психоэмоциональное состояние, выходить на состояние комфортности, выходить на состояние, когда ты любую проблему решаешь гораздо проще и эффективнее. До встречи, друзья. Пишите комменты, я жду от вас ваши советы. До встречи.